Привет! Меня зовут Эд. И сегодня я продолжаю свою обширную серию видеорецептов, видеоматериалов, советов, идей для области вокруг глаз. Это, конечно же, уход за кожей вокруг глаз и борьба с увядающей кожей, а также морщинами. Ну и, конечно же, питание кожи вокруг глаз для предотвращения всех этих неприятных явлений. Так как мы знаем, что со временем, примерно после 30, у некоторых после 40 лет, кожа вокруг глаз начинает становиться сухой, непривлекательной. Появляются морщины, появляются гусиные лапки, веки истончаются. И все это очень некрасиво смотрится на любой современной девушке и женщине. Все ссылки на предыдущие мои лекции на эту тему вы увидите под любым из видео этой серии. И рецептик ухода за данной областью на сегодня такой. Нам в этом поможет. Мед. Значит, мед надо брать желательно майский, жидкий. Если в крайнем случае у вас нет майского меда, он считается, кстати, гипоаллергенным. А все остальные сорта меда, это под большим вопросом. Поэтому желательно, чтобы мед был майский и сырой, не постерилизованный. То есть, если вы купили в супермаркете, возможно, этот мед уже прошел термическую обработку и он постерилизован. Такой мед, ну, нежелательно использовать, потому что эффект от него будет небольшой. Вам нужен настоящий домашний сырой майский мед. Дальше. Нам сегодня поможет пшеничная мука, немножечко. И нам сегодня поможет белок, желательно домашнего яйца. Берем одну столовую ложку жидкого качественного меда. Ее надо подогреть на водяной бане. Берем маленькую тарелочку, маленькую пиалу. Нагружаем туда одну столовую ложку. Пиала, конечно, должна быть глубокой, потому что мы будем мешать. Нагружаем туда одну столовую ложку качественного меда. Добавляем одну чайную ложку пшеничной муки. И один куриный белок. Все хорошо размешиваем и чуток взбиваем. Можно взбивать ложечкой, можно взбивать осторожно венчиком. Немножечко так раз, венчиком взбивать. Чуть-чуть взбили, все готово. Дальше. Подготавливаем же, конечно, кожу вокруг глаз. Берем косметический диск, наши средства очищающие, очищающее молочко, лосьон и так далее. И хорошо подготавливаем непосредственно перед процедурой подальше кожу вокруг глаз. Для нашей процедуры. Чтобы освободить поры от пыли, от накожного жира и так далее. Все, наша масса готова. Наносим ее непосредственно на закрытые глазки. Можно наносить на веки. И хорошо вокруг глаз. Можно, кто любит, и наносить все на косметический диск. Нанесли на диски на два. И осторожно все приложили. Дальше. Ложимся или вот так садимся. И ждем первые несколько сеансов. По 15 минут. В последующие сеансы, если все будет окей, никаких покраснений и аллергий не будет, значит 20 минут. После истечения этого времени осторожно берем опять чистый косметический диск. Или можно просто подготовленный водой с глубокой большой мыски. Все смываем без использования косметических очищающих средств. Хорошо все смыли. Далее. Сидим, ждем, пока идеально все здесь высохнет. И где-то через минут 30 можно нанести увлажняющий днем. А вечером питательный крем специальный под глазами. Вот такой отличный рецепт на сегодня. Для ухода за областью вокруг глаз я вам сегодня и поведал. Спасибо за внимание. С вами сегодня был Эд. До встречи на моем канале завтра. Ставьте мне пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь с друзьями данным видео в соцсети. И до встречи завтра. Пока. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Задавайте вопросы. Отвечу каждому. До встречи на моем канале. Всем удачи. И мир вашему дому. Субтитры сделал DimaTorzok